В один из дней 1946 года в библиотеке имени Ленина Аспирант научно-исследовательского института сельского хозяйства в Немчиновке Александр Бердышев Собирал материалы для своей диссертации Он решил порыться в трудах Вольного экономического общества Основанного еще в 1765 году Перерыл десятки томов и был неожиданно вознагражден Натолкнувшись на статью «Примечание о хлебопашестве» Имя автора Андрей Тимофеевич Болотов Ничего не говорила молодому ученому Заинтересовавшись, аспирант стал искать, что еще сохранилось из трудов незнакомца Оказалось, что творческое наследие Болотова Насчитывало 350 томов по самым различным отраслям знаний Весной 1762 года Петербург покидал флигель адъютант генерала Корфа 24-летний Андрей Болотов Позади была военная служба в Кёнигсберге Участие в прусской войне Но ни воинские подвиги, ни дворцовые интриги больше не прельщали Андрея С радостью оставил он службу и Петербург, собираясь навсегда сесть в глухой деревне, чтобы заняться хозяйством и наукой По дороге домой догнала его весть о дворцовом перевороте Российский престол заняла Екатерина II Одним из организаторов заговора был Григорий Орлов Андрей вспомнил о неоднократных попытках Орлова сделать его соучастником переворота Какая блестящая будущность ждала бы его Но позже он не раз благодарил судьбу за то, что остался в стороне от заговорщиков И вот родительская усадьба Дворянинова Здесь прошли лучшие детские годы Здесь все напоминало о родителях Но как грустно Какое запустение в доме, в саду Через много лет он записал в своих мемуарах Поздоровавшись и поговорив со всеми Я пошел осматривать свою усадьбу Все вещи в малолетстве кажутся нам как-то крупнее и величавее Прежние пруды показались мне сущими лужицами Сады ничего не значащими Расположение всему самым глупым и безрассудным На первых порах он перестроил дом и занялся улучшением сада Но главное в хозяйстве – земля Как сделать ее более плодородной Как повысить урожайность Одним из первых он стал изучать местные почвы Потому что географическое общество Оно обратилось к местным людям Оно написало 66 вопросов о том Какие природные условия, какие почвы и как люди занимаются В вашей округе И вот нужно было ответить И вот Болотов тогда взял этот вопросник И вот он стал отвечать на эти вопросы Потом это все он опубликовал И вот он первый обратил внимание Что тут почвы очень довольно бедные И вот он даже минеральных удобрений-то не было как таковых И вот он использовал в основном органические удобрения И он считал, что здесь вот нужно там И после рыбы И в общем все, что очистки есть в доме Все вносить в почву И что это очень полезно И в общем все Но главное, что вот семипольный севоборот Тогда раньше была трехпольная система севоборотов Он придумал семипольную семяоборот Что вот до сих пор живо И даже вот мы сейчас усовершенствовали И там может быть и десятипольный И двенадцатипольный И больше севоборотов Но все пошло с Болотова Крестьяне хорошо знали От худого семени не ждит доброго племени А Андрей Тимофеевич присовокупил к этому опыту Результаты своих многолетних исследований Которые он написал в трактатах Об удобрении земель и разделении полей В них он заложил основы научного семеноводства Допоздна просиживает он над книгами по истории, философии, естествознанию Пишет дневники, рисует Занятия наукой и литературой поглощали все его время Поэтому одиночеством он не тяготился День Андрея Тимофеевича был строго расписан Любил он во всем порядок Поэтому так много успевал Работы молодого ученого появляются в трудах Вольного экономического общества Он ведет активную переписку с его ученым-секретарем Андреем Андреевичем Нартовым Сначала в течение двух лет выходил его журнал Сельский житель А наконец в 1780 году благодаря знакомству с Николаем Ивановичем Новиковым Известным нашим книгоиздателем, просветителем Российские читатели в течение почти десяти лет Получали журнал «Экономический магазин» Который выходил как еженедельное приложение К известным новиковским московским ведомостям Тираж журнала начинался с 400 экземпляров А в последние годы вырос до 4000 Ну вот я как-то проследила много это или мало Оказывается при жизни на Александр Сергеевич Пушкин Сдавался тиражом в тысячу экземпляров Мало кто знает, что именно Болотов Практически ввел в обиход россиян разведение картофелей и помидоров Которые были до того в России лишь декоративными растениями Известно, что придворные дамы Обожали цветами картофеля украшать свои прически С картошкой он познакомился в Пруссии, когда был на военной службе И в своих записках написал В картофельной баталии упало 300 человек Полк русских солдат стоял недалеко от картофельного поля Что картошку можно есть знали все Ну а до конца успеть Не успели узнать И в общем-то травились Случались бунты Картофельный Андрей Тимофеевич человек был грамотный Он знал, что картошку нужно варить Поварил, попробовал, изначально восторга она у него не вызвала Но решил, что это будет хорошее подспорье нашему хлебу Привез сюда в дворяниново, посадил на огороде Собрал первый урожай картошки и стал раздавать крестьянам Крестьяне есть ее отказывались Говорили, что это яблоки сатаны Их пугало то, что картофель в земле очень активно размножается Ну им было все понятно С репкой, с редькой, одно семечко, один плод Ну а здесь вот непонятно, что происходит И Андрей Тимофеевич им подробно все рассказывал Показывал, что картошка действительно вкусная Ел у них на глазах Но как-то этот пример их не впечатлял, наверное И тогда, чтобы привлечь их внимание Он поступил следующим образом Весь набранный картофель высыпал в бурт Поставил стражников Днем картошку охраняли, а к вечеру стражу убирали Интерес к продукту, конечно, был повышенный И то, что днем было недоступно Вечером было свободно Воровали, и уворованные вкусовые качества Казались совершенно иными И в деревне Дворяниново, наверное, в одной из первых Стали есть картофель Ну и такая же интересная история происходила с помидорами В 18 веке помидоры сажались на клумбах, как цветы И назывались любовные яблочки Андрей Тимофеевич первый попробовал Эти любовные яблочки, они ему понравились И в экономическом магазине Журнал, который он издавал в течение 10 лет Приложением к московским ведомостям Вышло очень много статей о том, как помидоры Заготавливать впрок Чем мы сейчас и занимаемся Но с особой любовью занимался Андрей Тимофеевич Плодовыми садами Он собирал огромные урожаи яблок Груши, слив Получая от их продажи значительный доход И в садах произрастал 221 сорт различных пород яблок и груш Занимался помологией, выводил новые породы яблок и груш И доход о продаже яблок в урожай на год доходил до 3000 рублей Он в округе объехал и нашел самые продуктивные сорта яблонь И стал с ними проводить эксперименты Он одним из первых ввел прививку разных сортов И вот метод, определенный метод болота, он до сих пор жив И мы также делаем колеровку этих разных сортов Андрей Тимофеевич классифицировал и зарисовал около 600 сортов яблок и груш И составил многотомный трот Таким образом, его можно считать основателем научной помологии Ведь аналогичная работа немецкого ученого Диля вышла на 70 лет позже Нет, его сортов, как таковое, мы обращались в несколько научно-исследовательских институтов В питомнике практически тех сортов не осталось Но есть сорта, выведенные в честь Андрея Тимофеевича Это прежде всего сорт болотовка, который мы посадили Здесь у нас около 80 деревьев уже посажены этого сорта На территории усадьбы было 10 прудов В прудах было очень много рыбы И когда приезжали купцы, рыбу вылавливали из больших каскадных прудов И переносили ближе к дому В маленький прудик сажилку Из которого ее быстро отлавливали столько, сколько было нужно В 52 года каждый день Андрей Тимофеевич вел метеорологический дневник Где постоянно отмечал погоду по барометру и термометру А чтобы узнать направление ветра, ему достаточно было посмотреть из окна Перед домом он посадил березу, которую называл ветромером И по окрону этого дерева он определял, с какой стороны дует ветер Всю жизнь он аккуратно вел дневники и различного рода журналы В которые порой до мельчайших подробностей заносил события своей жизни Важнейшие факты истории России и других стран Всякого рода планы, а также результаты научной деятельности На основе этих дневников и журналов в последние годы жизни Он написал замечательные автобиографические записки Жизни приключений Андрея Болотова Описанные самим им для своих потомков Представляющие богатейший материал по истории культуры и быта России Между тем не позабыл я и о своем ботанизировании Из самого наступления весны отыскивал везде В садах, полях, лугах Все новые, незнакомые мне травы И познакомился почти со всеми растущими врачебными травами Воссоздан огород по технологии Андрея Тимофеевича Болотова На его участке в 18 веке произрастало очень много всяких растений Одним из этих был арбуз И в настоящее время мы тоже сажаем арбузы И в прошлом году у нас даже вызрели арбузы И мы угощали посетителей Чай по-болотовски То есть в этот чай входили сборы лекарственных трав Которые сажал Андрей Тимофеевич, выращивал И одно из основных растений, которое применялось в чае Это была буковица Болотов знал множество сборов, которыми лечил домочадцев и крестьян Но особенным успехом пользовалась его электрическая машина Которую он соорудил, используя сведения Полученные им когда-то на лекциях Кёнигсбергского университета Обобщив результаты многолетней практики Болотов написал статью О великой способности электрических машин К врачеванию различных болезней Поэтому его можно смело назвать Первым русским физиотерапевтом Во всяком деле стремился он к замене ручного труда Постоянно изобретал, придумывал что-то новое Конструировал различные инструменты и приспособления Для полевых работ, чтобы облегчить труд крестьян Во время восстановления дома в 1988 году Мы здесь, на территории усадьбы, нашли кодовый замок 18 века Который подробно Андрей Тимофеевич описал в своем экономическом магазине Первый замок у него был деревянный Внизу у замка были колесики Их было пять На колесиках были литеры, то есть буквы Из букв можно было собрать 4000 слов Открывался на одно слово ФОФОН Слово ничего не обозначало Это был просто набор букв Почему же буквы, а не цифры, как мы сейчас пользуемся? Да потому что Андрей Тимофеевич знал, что крестьяне неграмотные И комбинацию из букв собрать они не смогут Ну а с цифрами им было проще Они могли бы их запомнить и уже комбинацию собрать Болотовым впервые были установлены принципы лесопользования и лесоразведения, не устаревшие до сих пор Значит он тоже стал следить за лесом И потом сказал, что вот нужно такой вид леса рубить вот через столько-то лет Там еловый через столько-то, сосновый через столько-то, березовый через столько, на дрова через столько Это было на 40 лет раньше, чем ученые Англии, которые считаются перед открывателями лесоводства Было сделано Болотовым Им же заложены основы экологической науки Еще тогда Болотов говорил, что у природы нельзя только брать Потому что настанет момент, когда брать уже будет нечего Андрей Тимофеевич Болот, он был человеком очень разносторонним И мы считаем в нашем городе и в нашем музее, что он был как бы основателем направления экологического Еще до того, как не были сформулированы законы экологии Поскольку он считал, что землю, на которой мы живем и которой мы пользуемся, нужно беречь Поэтому все его хозяйство было в идеальнейшем состоянии Многие из работ Болотова были отмечены золотыми и серебряными медалями Вольного экономического общества Андрей Тимофеевич также был избран членом Саксонского королевского, Лейпцигского экономического общества Которое пропагандировало его работы в Европе Шли годы И решил Андрей Тимофеевич обзавестись семьей Невесту нашла ему сваха Каково же было его удивление, когда в 14-летней Саше Кавериной Узнал он суженную, приснившуюся ему во сне, накануне смотрен Воля Божья, решил Болотов Видно, сам Господь выбрал мне жену Юная супруга не разделяла его научных интересов Но родила девятерых детей и прожила с ним в согласии 70 лет Он хотел здесь дворяниново создать модель земного рая Чтобы парк был настолько красив И гости, которые сюда приезжали, восхищались им и говорили Мы будто бы попали в райский уголок Но в конце жизни парк действительно был таким В парке было очень много различных беседок Он называл их храм уединения, храм, посвященный сельской музе Такие лирические названия Много было скамеечек Называл он их сиделки Они у него были каменные, полукаменные, деревянные А на деревянных скамеечках, на спинках он писал норовоучительные надписи Своих гостей он не только восхищал окружающей природой Но еще и воспитывал Любовь к паркостроению ему, наверное, привела все-таки его мать И есть дуб, которому более 600 лет Еще при жизни Андрея Тимофеевича в это старое дряхлеящее дерево попала молния Часть упала на землю, часть на вяз А не с расцветия получилась арка И Андрей Тимофеевич говорил, что только по великой случайности это дерево уцелело И называл его деревом долголетия Тот, кто был в гостях, обязательно ходил под арку к этому дубу, желал себе долголетия У нас этот дуб теперь называют дубом желания Дело в том, что последний владелец этого дома, Надежда Дмитриевна Давыдова В 1904 году на территории усадьбы была основана Спасоказанская обитель Женский монастырь, где проживало 37 послушниц И настоятельница монастыря тоже обратила внимание на этот дуб И приказала в дупло к этому дубу повесить икону и лампаду И очень часто вечерняя служба проходила именно возле этого дерева Так что он намоленный, святой, и поэтому помогает в исполнении желаний По предложению князя Гагарина, Болотов был назначен управляющим Богородицкой волости В Богородицке архитектором Старовым был построен путевой дворец Екатерины II Андрей Тимофеевич разработал пятилучевую схему застройки города Увязав ее с дворцом, колокольней и центральной березовой аллеей парка Принимал участие в убранстве интерьеров дворца Открыл также школу, где детей учили и воспитывали передовыми методами Для детей он написал научную энциклопедию Где в занимательной форме рассказывалось о законах природы Им также был организован первый в России детский театр Он еще написал пьесы И создал первый в России русский детский театр Это случилось в 1779 году В день его рождения в Богородицке Где он работал, жил 20 лет Там был поставлен спектакль Мои ученики-студенты с огромным желанием В конце июня мы приезжаем сюда И как-то сама собой зародилась такая мысль безумная А поставим-ка мы спектакль Пьесу Андрея Тимофеевича Болотова Не ведь тебе пашечкой звонкой распевалась Милокрылой бабочкой по светам покат Но главным делом его Богородицкого 20-летия Стало все-таки строительство парка вокруг дворца Во всех справочниках этот парк традиционно называют первым в России Созданным нашим соотечественником по его собственному проекту Он всегда говорил Стыдно сажать нам сады английские и французские Нам нужно иметь наши российские, то есть пейзажные И созданием такого парка он занялся в Богородицке В течение первых двух лет был создан такой великолепный пейзажный парк И парк этот интересен еще тем, что впервые его строил наш соотечественник До этого парки такие пейзажные создавались Но мастера, которые работали над созданием этого парка Были в основном иностранные граждане А здесь Андрей Тимофеевич сам попробовал И у него прекрасно получилось Лучшим памятником Андрею Тимофеевичу являются его акварели Альбом, который хранится сейчас в Москве в Государственном историческом музее Был сделан совместно с сыном Павлом Из 78 рисунков, хранящихся там, 45 акварельные И на них парк оживает перед нами таким, каким он был создан Болотовым Действительно, все видевшие называли парк чудом здешних мест К сожалению, судьба у парка, как известно, сложилась печально И уже к середине 1820-х годов от этих некогда былых богородицких красот практически ничего не сохранилось Безвестный путешественник такую запись оставил Напрасно, будем искать здесь следов прежней пышности и роскоши Но печать изящного вкуса надолго останется неизгладимой Болотова называли русским горациям Занесуетность и мудрость Занятие наукой он продолжал до глубокой старости Написал четырехтомник мемуаров Философский трактат «Путеводитель к истинному человеческому счастью» Главными врагами человеческого счастья он называет безделье, скуку, нравственное зло и склонность к неистинным ценностям Быть счастливым по Болотову значит жить в ладу с Богом, природой и самим собой Решил поделиться он своим секретом, секретом долголетия И издал книгу, которая носит такое чудное название «Путеводитель к истинному человеческому счастью» Или книга о том, как быть счастливым Когда Андрей Тимофеевич начинает писать эту книгу, он очень волнуется Вдруг она кому-то не понравится И он себя сравнивает с поваром, который начинает готовить доселе незнакомое кушанье И если кому-то что-то не понравится, он просит его за это любезно извинить Смысл этой книги в том, что нужно жить по Божьим советам Возлюби ближнего своего, как самого себя Спешите делать людям добро, и оно обязательно к вам вернется Никогда не давал себя мучить ни любославию, ни властолюбию, ни самолюбию с корыстолюбием А был и старался быть тем, что имел Не роптал на судьбу Не сетовал на то, для чего тысячи других людей были меня успешнее и богаче Утешался тем, что я был еще в тысячи вещах их счастливей И духом несравнения их спокойнее и веселее был Андрей Болотов Болотова любили все Не было людей, которые его ненавидели И он этим гордился, он это знал, что его любят И он считал, что его любят потому, что он любит, очень любит свое окружение Спустя годы первооткрыватель имени Болотова Александр Бердышев Вернул нам творческое наследие великого русского ученого Им была написана книга о Болотове как просветителя И основоположники русской сельскохозяйственной науки Андрей Тимофеевич Болотов прожил длинную счастливую жизнь Умер он в глубокой старости, в возрасте 94 лет, 7 октября 1833 года Потеряв незадолго до своей смерти зрение Болотов все же продолжал работу над своими сочинениями, диктуя их своим близким Лучшую награду за весь поднятый столь великий труд Было для меня собственное сознание, что я трудился не в пустом, а в полезном И таком деле, которое некогда не только сынам нашим и внукам Но и правнукам, и дальнейшим потомкам обратиться на пользу Андрей Болотов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова